Еще раз! Давай, 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 давай! Добить! Борьбу за места на пьедестале почетов в турнире на призы клуба «Золотая шайба» начали семь команд хоккеистов средневозрастной группы. Ребята проведут на этой неделе круговой турнир, и по регламенту каждая команда по матчу сыграет друг с другом. Сегодня прошли первые матчи. Сборная Рязанской области довольно молодая, и по словам тренеров, пока явно чувствуется нехватка соревновательного опыта. Просто нет такой игровой практики у них, чтобы вот так выйти, обыграть. Такие первые серьезные соревнования для них, чтобы так играть. Тут просто уровень повыше получается, и они волнуются, и не все получается у ребят. Ну, пытаемся в тройку попасть. Вроде шансы все есть, а там уже посмотрим. Турнир «Золотая шайба» имеет давнюю историю. Уже более полувека проходят эти хоккейные детские соревнования. В советское время со стороны взрослых клубов и спортивных функционеров этому турниру уделялось большое значение. У ребят была реальная возможность заявить о себе и попасть в состав молодежной, либо юношеской команды мастеров. Так, например, свою карьеру с «Золотой шайбой» начинали именитые впоследствии хоккеисты. Среди них Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов. У нас уже традиции, мы неоднократно здесь проводим не только зональные соревнования, но и финальные соревнования на призы клуба «Золотая шайба». У нас уже традиции сложилось, у нас ежегодно проводятся эти соревнования. В день у нас проходит по пять игр. Соревнования будут проходить с 10 по 15 марта. Победители первое место и второе место будут представлены в финале в городе Казани. Впрочем, зональный турнир на призы клуба «Золотая шайба» уже по традиции стал географически шире своего заявленного названия. Ведь помимо юношеских команд соседних с Рязанью областей, в наш город приехали и ребята с юга России. Мы приехали просто проверить свои силы, а там уже как получится. Конечно, мы будем рады на высшее место. Ну, я не имею в виду первое, чем снизу мы будем, да, от последнего места повыше, то, конечно, будет приятно. Что касается развития хоккей на Рязанской земле, то за последние несколько лет отмечается заметный рост числа занимающихся ребят. Влияют на это, безусловно, как успехи профессионального клуба, так и молодежной команды. В этом году хоккейный клуб «Рязань», к сожалению, в серии 1-8 финала плей-офф не смог переиграть Тюменский Рубин и выбыл из розыгрыша чемпионата высшей хоккейной лиги. Впрочем, нынешний сезон, особенно на фоне неудач последних лет, для рязанских спортсменов получился все равно довольно-таки успешным. Высокое шестое место по итогам регулярного чемпионата – выход в плей-офф и участие большого числа хоккеистов в универсиаде. Ведь именно на базе хоккейного клуба «Рязань» была собрана университетская сборная России, где главным тренером стал главный тренер рязанской команды Вячеслав Уваев. И выступление на универсиаде в испанской гранаде получилось триумфальным – первое место. Причем наши спортсмены поочередно и довольно уверенно переигрывали сверстников из других стран, включая канадцев, с которыми столкнулись в полуфинале. А что касается молодежной хоккейной команды, то «Рязанская молния» завершила сезон на победной ноте и 10-м месте розыгрыша первенства молодежной хоккейной лиги «Б». Несмотря на то, что молодежка не сумела попасть в розыгрыш плей-офф, но этот третий сезон в конференции «Запад» получился удачнее всех предыдущих. 10-е место из 17 команд – пока лучшие достижения в истории клуба.